Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архива гостелерадиокомпании. К нам в редакцию позвонил Вячеслав Владимирович Снежко. Он уверял, что в нашем архиве наверняка сохранилось видео его отца, Владимира Ивановича Снежко. Он более 30 лет руководил Абаканским речпортом и наверняка не раз становился участником, гостем передач телевидения Хакаси. Сегодня Вячеслав Владимирович гость нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам и поделиться своей историей. Расскажите о вашем отце. Мы знаем, что наверняка он известен многим жителям республики. Да, на самом деле мой отец в Польше более 30 лет руководил, правда, не речным портом это называлось тогда, а значит, это было Верхнее Енисейское районное управление Енисейского речного пароходства. Наверняка в вашей семье хранятся какие-то его истории, жизненного опыта. Он был причастен и был свидетелем знаковых событий. Да, конечно. Мало того, не просто хранятся, а значит, отец достаточно много и часто мне рассказывал о многих интересных событиях, которые происходили в то время в республике, тогда еще в Хакасской автономной области, в нашей стране. Начиная от дел, связанных с перевозками на север, начиная от дел, связанных с доставкой гидроагрегатов на Саяно-Шушенскую ГЭС, вообще о флоте, о реке. Ну, достаточно много историй, которые он мне рассказывал. Я думаю, что если бы, к сожалению, если бы он был бы жив сейчас, он бы мог бы очень много интересного рассказать о своей жизни, о своей работе, вообще о истории флота в Хакасии. В нашем архиве сохранилось видео 1977 года. Это октябрь. Историческое событие без преувеличения. Доставка по воде первого рабочего колеса на Саяно-Шушенскую ГЭС. Здесь колесо доставляли на теплоходе «Ладыгин». И ваш отец, конечно, участвовал, руководил операцией по доставке. И у нас сохранилось его интервью по этому поводу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Одну секунду. Вот тут в наш разговор вступил Владимир Анашишко, начальник Верхденисевского районного управления часового пароходства. Ну, здесь я хочу сказать, во-первых, что, что вот эта почетная эстафета перевозки рабочего колеса для строителей Саяно-Шушенской ГЭС, она являлась для нас и почетной обязанностью. Значит, мы приняли эту эстафету у судоподъемника, где, кстати, секретарь комсомольской организации судоподъемника просила нас передать горячий такой комсомольский привет строителям Саяно-Шушенской ГЭС. Мы приняли у них эту эстафету, и в течение буквально, выбирая межштормовой такой период, в тихое время, значит, буквально в ночь увели до порта Абакан. И дальше транспортировали, как Иван Горилович говорит, до Карлового створа. Но нас со строителями Саяно-Шушенской ГЭС связывает уже многолетняя работа, можно сказать, с самого начала строительства ГЭС. Мы ежегодно, вернее, вносим маленькую такую свою лепту вроде в строительство Саяно-Шушенской ГЭС, перевозя для строителей тяжеловесные грузы, экскаваторы там и другую, значит, технику. Поделитесь эмоциями, вы увидели отца таким молодым? Да, вот достаточно интересно, конечно, смотреть, тем более, понимая, что это съемки октября 1977 года, мне в то время был только месяц. Значит, отец был немногим старше меня сегодняшнего. Ну, эмоции, конечно, просто переполняют меня. Очень приятно, что твой отец внес вклад в те знаки, вносил и внес свой вклад в те знаковые события, которые происходили с нашей страной. Значит, да, оставил свой след. Также можно, также приятно будет показать подобное видео, значит, его внукам, моим детям, детям моего брата. Сказать, вот посмотрите, дедушка все-таки был, не просто дедушка, который... Легендарный дедушка. Легендарный достаточно дедушка. Так что смотрю я, конечно, на эти кадры с радостью и с печалью. С печалью, конечно, потому что его уже около года нет с нами. Ну, я думаю, что если бы он был бы сейчас жив, он бы с огромным удовольствием бы посмотрел данную съемку. Многое бы мог вспомнить, многое бы мог бы рассказать интересного. Вы не первый гость нашей студии, кто оказался в подобной ситуации, да, увидел себя или своих близких много лет назад. Что бы вы, может быть, сказали о нашем проекте и пожелали тем людям, которые еще по каким-то причинам нам не позвонили и не сказали о том, что они попали к нам в кадр? Что хотелось бы пожелать людям? Звоните, ищите, и вы обязательно найдете. Вот. Что хотелось бы сказать о проекте? Значит, я когда, сидя вечером за ужином, увидел передачу, увидел анонс этого проекта, у меня первая мысль, которая у меня была, я думаю, мне обязательно надо позвонить. Мой отец обязательно должен быть в кадрах. Вы не ошиблись? Я не ошибся, да, я позвонил, и я рад, что я получил такой результат. Даже услышать разговор, это все настолько ценно, настолько незабываемо, что я, откровенно говоря, просто счастлив. Мы, в свою очередь, рады за вас. И еще раз спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо большое. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в кадр архива гостелерадиокомпании, обязательно звоните к нам в редакцию. Телефон прежний 22-72-82. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова